Он ушел в минуса, продал машину. Да ладно. Да, у тещи квартиру закладывал. Он пришел к нам, щелкнул пальцами. 300 миллионов рублей в месяц. Стоп, стоп, стоп. Остров на Мальдивах. Это правда? Я, и работаю на часа два в неделю. Ударю по вас молотком. Они сделали онлайн-школу сварщиков. Удивительно. Дмитрий, Сергей, добрый вечер. Когда вы с друзьями встречаетесь, с приятелями в баре, в самолете, где угодно, как вы обычно расскажете про то, чем вы занимаетесь? Как на жизнь деньги зарабатываете? Сейчас это очень просто. Сейчас нас все знают и посмотрят. Стоп. Стоп, не соглашусь. Вот я вас не знал. Я вас не знал. Поэтому все нас знают. Я думаю, это легкое привлечение. Вас некоторые люди не знают. Все-таки как вы объясняете, что вы делаете? Мы создаем онлайн-школы и помогаем другим предпринимателям создавать онлайн-школы. А у вас есть определенная визитная карточка, когда вы говорите, вот мы сделали такую онлайн-школу, такую онлайн-школу, такую онлайн-школу? Ну, у нас есть свои онлайн-школы. Это четыре онлайн-школы. Это онлайн-школа писательства, онлайн-школа астрологии, онлайн-школа с Александром Высоцким по систематизации бизнеса и такая онлайн-школа, онлайн-школ. То есть по созданию онлайн-школ мы больше считаем, что это такой больше консалтинговый проект, чем образовательный. То есть это четыре онлайн-школы, они делают для нас примерно 80 миллионов в месяц. Как вы пришли в этот бизнес? Ветеватая дорожка была. Сейчас я расскажу, как я представляю. Раньше было сложно представляться. То есть у вас не синхрон. Не синхрон. Мы каждый раз еще импромизируем. Мы даже сейчас выступали на 20 тысяч в Олимпийском и не готовились. И когда готовились, я тоже не готовился. И раньше было сложновато отвечать, а сейчас я все же стал падро онлайн-образования. Мы номер один игрок в рынке онлайн-образования. И дальше начинаем объяснять, если кто не знает, что такое онлайн-образование, мы объясняем, что такое онлайн-школа и чем онлайн-школа отличается от простых школ. Мне нравится падро. Сергей не падро? Я как-то пока что вне образа. Сергей скромный. Играю самого себя. Сергей скромный. Мне приходится рассказывать, что я номер два в рынке, а он номер один. Это у вас хороший тандем. Когда в тандеме играет номер один и номер два, мне кажется, для номера три на рынке места нет. Скажите, пожалуйста, Ленин, известный по тем временам человек, сказал учиться, учиться, еще раз учиться. Когда какой-то известный человек, по вашим прогнозам, скажет учиться, учиться и строго онлайн? Когда это примерно произойдет? Когда маятник очнется? Сегодня я был в Министерстве образования российском. Мне кажется, что... Вернее, я сегодня был в Министерстве образования московском. А до этого мы общались с Собянином. Я думаю, что Собянин сейчас сделает первую онлайн-школу мэра. Да ладно? Да. Смотрите, мы примерно занимаемся одним и тем же, я говорю, как издатель, вы как создатели и создатель платформ для онлайн-обучения, но мы двигаем в сторону книг, нам без разницы, какую книгу будет читать человек, электронную или бумажную. Но все-таки я четко понимаю, что на рынке образования традиционно существовали только реальные школы. Школы из кирпича и из стекла. Вы говорите про онлайн-образование, мы еще поговорим про плюсы и минусы онлайн-образования. Но все-таки когда, условно, студенты будут учиться только онлайн? Когда школьники... Или будет вообще школа в таком классическом понимании, или, например, с первого класса можно будет учиться онлайн? Или все-таки какие-то начальные классы останутся как некая базовая ступень для социализации, для того, чтобы люди понимали, что есть реальный учитель, а не только тот, кто по той стороне экрана? Или все-таки некое такое будущее, это просто полное отсутствие реальных учителей, и все они будут онлайн? Или, может быть, даже появятся какие-то голограммы, которые нас будут чему-то учить? Вот когда... Еще раз я задаю вопрос, когда и кто может сказать учиться, учиться, учиться? И делать это обязательно только онлайн? Я бы, наверное... То есть это очень обширный такой вопрос, на самом деле, потому что есть школьное образование, есть университеты, есть образование, которое идет вне университетов. То есть вот в 2017 году я видел, Forbes опубликовал статью, где говорили о том, что половина рабочего населения Америки – это фрилансеры. Сейчас мне кажется, что эта цифра уже больше. Соответственно, это люди, которым очень сильно нужны знания для того, чтобы профессионально расти. То есть у них есть большая потребность в этих знаниях. Мы сейчас видим просто колоссальный спрос на образовательные продукты, но мы не специализируемся в профессиональном образовании. Мы делаем любые продукты, которые люди хотят. Школа придет к вам? Вот вы же были в Министерстве образования, Дмитрий? Младшие классы? Институт какой-нибудь. В общем, у меня такая мысль, что сейчас, несмотря на то, называемся онлайн-школой, у нас процентов 90 онлайн, но мы в целом заблэндед подход. То есть… Может быть, вы неправильно назвались? Ну, то есть сейчас я понимаю, что, может быть, сейчас я такой дыдущ ударю по вас молотком позиционирования, но, может быть, вы неправильно называете онлайн-школу, потому что у людей понятие школа или онлайн-университетов, может быть, скорее онлайн-курсы? Мы, в общем, мы, скорее всего, онлайн-школа, все же. Ну, условно, чем отличаются курсы от онлайн-школы? Пока, может быть, я там слишком просто мыслю. Курс – это курс, а школа – это набор курсов. Курсов, да. Соответственно, и сейчас для основного потребителя, а это люди в районе 30 лет, плюс-минус 5, и они все же еще писали, научились писать на бумаге, и у них энергообмен и вообще коммуникация, они происходят в оффлайне. И поэтому мы вынуждены процентов 10 не знаний передавать, ну, то есть все знания у нас онлайн, но тусовка, мотивация, какой-то такой энергообмен мы делаем все равно оффлайн. Это при старте или это при старте для финиша? Это около пяти раз в год. У нас есть воркшопы, есть конференции, есть нетворкинги, и просто даже, чтобы наш резидент создал онлайн-школу, ему нужно с кем-то познакомиться, и не каждый это может сделать онлайн. Поэтому мы делаем нетворкинги, продюсеров-экспертов, мы делаем конференции, мы делаем воркшопы, но они не для передачи контента, потому что контент отлично передается, и кураторы контролируют выполнение домашних заданий, дают обратную связь. Это больше для тусовки и для передачи эмоций. В общем, отвечая на вопрос, точно все идет в онлайн, но оффлайн никуда не денется. То есть все равно оффлайн – это такой способ передачи знаний от учителя к ученику, который на него уйдет. То есть можно говорить про виртуальную реальность. Не знаю, есть ли реальность, а эмоции. Ну, опыт, но непонятно, да, это на каком-то таком невербальном уровне, то есть это все передается. В общем, лет сто еще оффлайн будет. Ну, непонятно просто в какой форме он будет. Будет ли это виртуальная реальность, например, сейчас же тоже, но большой тренд образования идет в виртуальную реальность. Еще ее переносит, 70% людей просто не переносит в виртуальную реальность. Голова кружится, подташнивает. Может, конечно, технология изменится. Интересно будет, когда получится воссоздать вот этот виртуальный класс и такое ощущение присутствия в классе, обучаясь, например, дома. Есть такая теория, что если слово обладает глагольным потенциалом, ну, типа загуглить, будет определенное преимущество. Потому что сказать за Яндексить не получается. Я пытаюсь все для вас найти. Глагол, можно ли онлайн зашколить абсолютно любые курсы, любые предметы или все-таки что-то не онлайн школится? Мы верим, и это получается, что абсолютно любое знание может быть перенесено в онлайн. То есть я сейчас попытаюсь это резюмировать. Любой человек, который является носителем какой-то концепции, теории с вашей помощью, может развернуть полноценный курс и начать дополнительно зарабатывать? Да, да. Мы даже сами удивляемся иногда, какими нишами. Игра на гитаре, пение уже не является каким-то исключением. Недавно у нас появился резидент, который учит татуировщиков. Он покупает искусственную кожу, какие-то специальные машинки, и они учатся носить татуировки на искусственной коже. У нас коллеги в Казахстане, они сделали онлайн школу сварщиков. То есть любая профессия точно может быть перенесена в онлайн. И такой опыт, например, как... Рукопашный бой. Рукопашный бой может быть как больше самооборона. То есть как вот мы в онлайне... Естественно, полный спарринг пока нет. Да, мы в онлайне... Но у меня была школа своя, школа по бегу. Я ее закрыл, потому что не понял, как конвертировать спрос. У меня не было отдела продаж. И у меня была онлайн школа бега. И мы технику бега корректировали, исходя из видеозаписей. Тренер рисовал углы наклона рук, головы, туловища, коленок. И это было эффективно. Я сам так переучился бегать. Надо понимать, что мы в онлайне целимся продавать какой-то навык или какой-то результат. И вокруг этого мы формируем образовательный проект. То есть мы считаем, что если знание не реализуется в действии, то это как бы и нет узнания никакого. То есть узнание – это, скажем так, пропущенное через тебя что-то, нечто, которое реализуется потом в каком-то опыте, результате. Поэтому наша задача – это так сделать, выстроить образовательный проект, чтобы там были какие-то элементы консалтинга, живого участия кураторов, сообщества, какой-то игровой динамики, максимально простой и легкий язык для освоения, чтобы человек начал это реализовывать и внедрять в жизнь. И у вас это готовый модуль, когда человек к вам приходит, вы просто из чек-листа выбираете определенные пункты для него или вы на всех накладываете одинаковый подход? У нас есть пакеты, начиная от 300 тысяч рублей до 5 миллионов. И в зависимости от того… То есть ты докупаешь функционал, нужно тебе? Да. И есть базово, просто ты подберешь знания, мы это называем, ну, условно, вот я учился, набивал шишки, а Сергей учился по американским формулам. И совместно с ребятами мастер-майни что-то свое изобретали. А я набивал шишки, и результат был так себе. Я к этому бизнесу не относился, поэтому как к бизнесу. И когда мы с Сергеем объединились, я, по сути, был таким прототипом, чему меня нужно научить. Мы сделали такую конструктор лего, с инструкцией, что нужно делать. Условно, чтобы создать онлайн-школу, упаковать знания, тебе нужно там базовое знание копирайтинга, базовое знание, как работать с конструктором ландов, как настроить цепочку рассылки, как сделать CRM-ку. И более того, как технологические сейчас решения существуют, которые, ну, вот условно, если лет там 15 назад кому-нибудь нужно было сделать презентацию, не было PowerPoint-а, то это было сложно. Сейчас PowerPoint может сделать презентацию домохозяйка. Также и с онлайн-школами сейчас есть система, где ты просто берешь, настраиваешь, там все интуитивно понятно. И у нас есть карта компетенции, что должен знать собственник онлайн-школы, как продюсер, либо эксперт. Я думаю, имеет смысл, вот просто чтобы, может быть, было более понятно зрителям, обознать вообще, что такое онлайн-школа. Потому что вот образовательный проект и онлайн-школа в нашем понимании это немножко отличающиеся вещи. Ну, обычно, как это, эксперт, он выступает, там, преподает, он ездит, и весь бизнес завязан на эксперте. Вот, ну, как вот у вас. Да, да, ну, сейчас как раз хотел подобраться к примеру со мной. То есть вы выступаете, у вас есть определенные гонорары, да, там, вы можете преподавать, провести живой какой-то тренинг. Я видел ваши там семинары, то есть они зависят как бы от вас. Давайте возьмем пример. Вы знаете, я спикер, я читаю тренинги по маркетингу, по клиент-ориентированности. В среднем я выступаю, там, один-полтора раза в неделю. И от того будет собрана группа, получаю свой гонорар. Очень многое зависит, конечно, от меня. Я продукт. Но самое главное, как продукт будут продавать мои провайдеры в том или ином городе. Они делают рассылки по своим базам, они по существующим клиентам, они вешают билборды, они делают холодные звонки. Как учеников набираете вы в мою, предположим, онлайн-школу. Я сразу же задам вопрос, чтобы в догонку подумать вам, пока вы будете отвечать, есть ли у вас какая-то простая формула правильной школы. Хочется, чтобы вы прочувствовали нашу модель. Насколько она просто вдохновляет именно экспертов. Потому что обычно, когда люди с нами общаются, они просто влюблены в эту модель саму. Есть обычная, стандартная модель, которая делается в какой-то степени по наитию. Это вот есть эксперт, у него есть книги, есть дешевые продукты, есть более дорогие, у него есть какие-то консалтинговые проекты, работа может один на один, где-то в компании. И живые выступления, гонорары определенные. И бывает еще эксперт под своим брендом проводит какие-то семинары. У вас, по-моему, так тоже есть. Важно сказать, что мы сочувствуем обычно таким моделям, потому что они сильно завязаны на личное время эксперта. Да. Но надо здесь сделать еще поправку на то, что некоторым экспертам это нравится. То есть они реально прутся от того, что они стоят в аудитории. Я не такой, но многие люди прям реально они забирают энергию. А чем вот отличается наш подход? Это тем, что мы строим систему. Систему, которая, то есть первое, что мы спросим у вас, это какой результат вы хотите дать вашей аудитории. То есть, что вы хотите, чтобы в конце получилось. То есть, что должно быть произведено вашей системой. То есть, какой продукт является у вашего производства. Дальше мы спрашиваем, за какой срок это можно произвести. то есть, ну обычно, чтобы дать людям результат, это там типа 4-6 месяцев. Вот у нас, например, вообще годовой продукт. То есть, мы понимаем, что у кого-то это быстро, у кого-то это дольше. Ну, кто-то за 4 месяца, кто-то за 6, кто-то за год. У нас есть во Free Publist, это вот школа, как писать, публиковаться. Там есть курс 3 статьи за 10 дней. И мы знаем, что типичный студент за 10 дней пишет 3 статьи и отправляет их в издательство. Давайте возьмем пример с книгой. Курс про написание книги. Как звучит? У нас звучит так. Книга написанная и отправлена в издательство за 90 дней. Но опять же, там есть годовой тоже курс, потому что написать это реально за 90 дней. Достаточно хорошая книга получается. Но продвинуть нормально и плюс еще ее там верстка. То есть, обычно вообще год. Можно перефразировать то, что я услышал и сказать, что, наверное, на вашей миссии заключается в том, чтобы любому эксперту, которому есть что сказать с определенным уникальным авторским знанием вы предоставляете возможность создать свою онлайн-школу и дотянуться до всего русскоязычного пространства. Но самое главное, что Игорь Манн может дать людям, это может дать свой авторский метод. То есть, мы позволяем экспертам вытянуть себя из рабства вот этого постоянного вовлечения спикерства и расположить себя на точке наивысшей реализации любого эксперта это вот это вот некое авторство, то есть, транслирование своего метода, то есть, такое чистое созидание. Гнар обыкновенного спикера, ну, такого, я бы сказал, что есть высшая лига, это около 10 тысяч долларов за день выступления, есть первая лига, это примерно 5 тысяч долларов, и есть вторая лига, это примерно тысяча долларов. Предположим, человек, который во второй лиге и обладает некой авторской модели, но просто он неизвестен, и он понимает, что если он будет много-много ездить, его много-много узнает, как вы решаете вопрос с узнаваемостью этих людей? Давай тоже, пример, придем. Смотрите, у нас узнаваемость, вот, например, у нас сейчас в России, вот мы идем там по, там, по Москве где-нибудь в центре, к нам подходят, фоткаются с нами, но мы не являемся Игорем Иманами, у нас просто настолько рекламный бюджет, и он окупается хорошо, и нам не нужно ездить, то есть мы сейчас все больше, глубже копнем, это там модель автоворонки, автопродаж, автовебинаров, я дело продаж зажимаю еще, у нас ежемесячно нас смотрят десятки тысяч людей, в вебинаре влящимся четыре с половиной часа, представляете, какой уровень лояльности там, и какие интересы к продукту, а нашу рекламу видят миллионы, с точки зрения узнаваемости лиц, и просто на примерах, вот к примеру, Катя Иноземцева, которая фри поблизости эксперт, она эксперт, но так мы там сейчас беременны, мы ей поставили цену ее личной консультации 150 тысяч рублей, в надежде, что никто не будет покупать, все равно появляется пара-тройка людей в месяц, которые покупают, а те люди, которые, казалось бы, они не могут даже за пять тысяч продать свою консультацию, мы продаем тысяч за 25-50, но и Катя, она работает несколько часов в неделю реально, или, к примеру, у нас есть школа астрологии, есть правильная онлайн-школа, а есть неправильная онлайн-школа, вот мы запартнерились с нашим экспертом по астрологии, чем разница? когда у него была неправильная онлайн-школа, она ничем не отличалась с точки зрения его трудозатрат от обычного рабства, вот, ну, экспертного, потому что он вместо того, чтобы гастролировать, он сидел у себя дома на кухне, а познакомились в Таиланде, да, он все ездили куда-нибудь отдыхать, тусить, а он сидел, вел вебинары живые, ну, по сути, был заложником этого всего, он консультировал лично, он вел подающие вебинары живые, он вел контентные вебинары живые, это неправильно, потому что ты просто, ну, вместо того, чтобы там ехать на сцене выступать или встречаться с клиентом, ты сидишь либо в скайпе, либо в вебинарной комнате, ты заложник этого, в правильной же модели есть автоворонки, автовебинары, когда ты один раз делал вебинар с хорошей конверсией, и дальше он ежедневно идет, вот сейчас мы с вами общаемся, а с нашим участием, ну, наверное, вебинара 3 идет по-разному, в астрологии идет вебинар, в акселераторе идет вебинар, и в бизнес-бустер идет вебинар с нами, а мы с вами, ну, для сравнения, к примеру, наш астролог, когда мы начали с ним работать, у него консультация была 10 тысяч рублей, 40-минутная, сейчас она 140 тысяч рублей, раньше он своей онлайн-школе зарабатывал 600, по-моему, 600 тысяч рублей в месяц, это, ну, казалось, нормальные деньги для астролога, сейчас это, вот в этом месяце было 16 миллионов рублей, 16 миллионов рублей выручка, но там прибыли больше 50%, соответственно, ему уходит чистым уже несколько миллионов рублей, вот это то, что да, и я, и работаю на часа два в неделю, фактически, кто-то из вас должен написать ремейк книжки, как работать 4 часа в неделю, Тимоти Ферриса, готовы? Книжка, как работать один час в неделю, будет выглядеть в нашем исполнении очень простая, создай онлайн-школу, я пытался намекнуть, в декабре выйдет книжка, как создать онлайн-школу, авторство, Дмитрия Юрченко и Сергея Купустин, но под заголовок-то, я вам подсказал уже, да, это правда, что у вас можно работать один час в неделю, или это все-таки некое маркетинговое привлечение? Надо понимать, что такое работать все-таки, да, то есть, если вот из позиции работать в плане, там, вот, как-то делать то, что тебе не нравится, то, ну, там, один-два часа в неделю, это реально, вот, к примеру, там, астрология, ну, зачастую не отнимает больше, чем, там, полтора часа в неделю, просто это некое еженедельное совещание, где каждый из отделов отчитывается по цифрам, у нас правило в компании, что все статистики должны расти, еженедельно и ежемесячно, если где-то статистика падает, это касается трафика, стоимости рекламы, и продаж, ну, то есть, есть продаж еженедельно, есть продаж ежемесячно, и все статистики должны расти, если где-то не растет, это стрелочка вниз, такая красная, которая обсуждается, выявляются причины, там, это корректируется, ну, и команда дальше неделю работает на том, чтобы скорректировать, то есть, это позволяет получать вот такое вот некое стратегическое управление компанией, довольно такое понятное легкое но дальше у тебя вопрос вот высвобождается время чем ты будешь его занимать то есть но сначала тебе хочется путешествовать отдыхать там больше времени семьей пройти а потом ты же надоедает я это понимаю я это понимаю да но мне кажется что для большинства людей как мы говорим надо выйти из зоны комфорта большинство людей хотели бы туда попасть когда туда попадаешь ты реально начинаешь испытывать дискомфорт не хочется чем-то заниматься может я такой что чтобы создать на школу нужно повкалывать и либо полка лавы до чтобы стать экспертным потом чтобы тебя появился продюсер либо по вкалывать самому чтобы заработала школа дальше вопрос уже человека амбиций либо человек остановится на 300 тысяч рублей там действительно можно за down shift it's a и работ несколько часов неделю а если у человека все такое есть условно бизнесмен down shifter который заработал там миллиончик и все а есть бизнесмен спортсмен который хочется дальше сильнее быстрее поэтому тут уже человека зависит но с точки зрения у меня опыт огромный с точки зрения бизнес начинания и провалов у меня там сам самый сложный бизнес это был была студии балета йоги этого до бега или после бега это первый мой бизнес это кнопка жизни до сих пор живет я слышал проект проект на бизнес до сих пор работает и акционер я просто вышел потому что решил по стартапе и у меня появилась студия балета и шпагата я понял что кнопка жизни намного проще сможет сесть на шпагат я не так и не сел вот и в общем вот эти вот оффлайновые бизнесы типа ресторана то есть я я я себя тешил что есть сложнее бизнес чем студия балета и шпагата это ресторан вот и после этого у меня был остров на мальдивах такой туристические заезды на необитаемый остров на мальдивах аля последний герой он меня провалился с треском и долгами в 27 миллионов рублей есть чем сравнивать онлайн школа это реально самое такое простой для начала масса историй когда люди даже с долгами начинали и там выходили за счет партнерок либо за счет контента и выходили на первые деньги и получается так что он ты когда рефлексировал что же меня так получается там ос островом сложно кнопка жизни достаточно сложный проект а в онлайн образование я обратил внимание как будто был такой нелюбимый ребенок который я просто тут он у меня был как такая ну сцена для самовыражения а потом бац с островом я влетаю онлайн школа в которую я прощение инвестировал время приносит миллион двести восемьдесят тот месяц я такой вау прикольно и дальше я начал инвестировать внимание она пошла и уже через год я рассчитался с этими долгами с острова 27 миллионов рублей и вот сейчас мы там 80 миллионов рублей у нас выручка по месяцу и это всех онлайн школ или это уже 4 любой человек может присоединиться ну можно запустить свою онлайн школу с вашей помощью или не любой вот вот эти вот критерии там блондинка 160 килограмм поначалу фильтровали по двум вещам первое по человеку по его бизнес-экспириенсу по опыту на мой взгляд разумный мой мой я я лично собеседовал я просто весело несколько сотен я бы тоже так делал но потом увидели корреляции нет удивительно корреляции нет и второе что мы фильтровали это ниши если бы мы продолжали фильтровать не появилась бы никогда школа наблюдения за птицами которая сделала уже миллион рублей не появилась бы такой школы как школа тортик в которой сейчас делает ежемесячно 8 миллионов рублей то есть ну вот мы раньше всех фокусировали нас на сайте есть перечисление ниш которую но ты школа вторых тортиков и школа вторых на вторую школу на блине не за птицами бесполезно создавать ну мы как к этому относимся то что вот примеру традиционный бизнес да вот ты продаешь стол и вот другой тоже продает стол и вы как вот можете конкурировать то есть там обычно конкурирует по цене да какие-то придумывают разные элементы там маркетинга а как ты конкурируешь в онлайн образование да ты можешь очень много вещей придумать чтобы сделать проект уникальным ты можешь сделать синтез разных технологий это же вы предлагаете человеку придумать мы мы сейчас ничего не смотрите к меру школа наблюдением за птицами это пример знаете как вот есть там может быть онлайн школа по маркетингу мана может быть онлайн школа по маркетингу юрченко и они совершенно разные и психотипы которые мне доверят и такому странному с носками они совсем другие которые к вам и скорее всего они не придут те которые придут ко мне не пошли бы никогда к вам также наблюдения за птицами и недавно для меня был вообще не сайте еще я думаю что рынок самый конкурентный рынок это рынок онлайн школа английского языка там есть игроки у камеру sky n куда нового капитализация 100 миллионов долларов они фигачивают там бюджет в рекламу очень сильный недавно у нас был кейс девочка инвестировала 12 тысяч рублей в рекламу онлайн школа английского и получила четыреста тридцать тысяч рублей с вебинара в чем его было уникальное но есть никогда когда я залезте когда там харизма эксперта это вот но синтез разнообразных технологий там подачи то есть и получается уникальный продукт у каждого и что еще интересно я я с ней буквально там неделю назад провел интервью я пытался разобраться в чем то есть я залез и посмотрел и маркетинговый материал я не увидел ничего такого интересного что было интересно она сказала ребят вы удивитесь но не всего пять онлайн-школ которые действительно онлайн-школы все остальные обучение по skype даже skyeng а онлайн-школы где есть предзаписанные уроки то то чему учим она говорит всего 5 насчитала еще что важно она действительно очень долго готовила там маркетинговые материалы работала над каждым словом и получила такой окупаемость от завидуется любой с точки зрения окупаемости рекламного бюджета я думаю что еще один стереотип действительно очень вспоминали дмитрий то что когда люди говорят про онлайн-обучение все думают про skype и все время работал в телекоммуникационной компании у нас там даже была такая поговорка что по skype в баню не сходишь но все-таки получается что вы считаете я возвращаюсь к этому вопросу он очень важный все можно перевести но я имею ввиду из того что люди хотят преподавать другим людям все можно перевести в онлайн-школы или не все не хочется так вот сразу говорить все но 95 процентов точно можно мы вот нашим студентам рекомендуем и мы считаем за этим будущее это вот так называемый blended то есть миксовый формат когда ты вот много онлайна но настолько люди кайфуют когда вот они в оффлайне могут там пообниматься там что-то там пообщаться да это такая радость они так энергетически посетить в разных городах а все равно можно встретиться где-то в каком-то городе выездное мероприятие и ты делаешь как бы ну годовой продукт но в годовом продукте у тебя встроенные но мероприятие которые можно посетить и эта модель она изначально создавалась больше через маркетинг с точки зрения того что ну вот не знаю вы сейчас может оценить это красоту или не оцените то есть пример вот когда вы продаете мероприятие например там условно 20 октября да вот вы продаете продать кто-то не может 20 октября до у него там свадьбу ну да у друга, и он не может. И вы продаете, 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 и у вас фиксированное мероприятие, к которому вы готовитесь. И потом вы продали, вы получили какую-то сумму, и дальше к следующему мероприятию надо опять готовиться. Так же, как и в России популярны так называемые запуски. Вы, наверное, знакомы с этим словом? То есть ты готовишься до ланча. Ты готовишься, готовишься, готовишься. Ты заработал 10 миллионов, все, потом ты расслабился, два месяца ничего не делаешь. Знакомая для меня история по моему бизнесу. Мы же пропагандируем, мы говорим, что эта история нам не нравится просто. Мы хотим, чтобы продажи шли каждый день. Хочешь, чтобы деньги всегда поступали. Чтобы не было вот этого вот такого, типа интенсивно поработал, там, заработал, потом ничего не делал и там сдулся. Чтобы всегда была такая некая средняя интенсивность, чтобы продажи из месяца в месяц больше росли, и чтобы, ну, вовлеченность собственника была, ну, по возможностям. Она может быть выше, если ему хочется, может быть ниже, если ему не хочется. Но у тебя нету привязки к датам, и ты просто делаешь несколько ивентов в годовой программе, и тогда получается, что ты даешь ценность оффлайн-ивента, ну, вы же знаете вот этот perceived value, да, вот это вот воспринимаемая ценность. То есть воспринимаемая ценность ивентов высокая, но из-за того, что ты ставишь ее фиксированно на какую-то дату, это становится неудобным. Но когда ты ее помещаешь вот в твое предложение, то как бы вот эту вот ценность ты погружаешь в онлайн-продукт, онлайн-продукт повышается по воспринимаемой ценности, стоит дороже. Я не думал про это, но это действительно сильное конкурентное преимущество онлайн-образования. Я думаю, что, наверное, еще в роликах обыгрывается, когда человек по Skype разговорит с кем-то там сверху, он одет хорошо, а снизу он в трусах. То есть мы этого не видим. Наверное, можно было бы сказать, что онлайн-образование это действительно any place, пожалуйста, ты можешь в ванной сидеть и учиться. Anytime, то есть ты можешь ты в любое время к этому подключиться. Any topic, ты можешь выбрать любую тему. И чего здесь не хватает? Low price, good result? Ну, что интересно, что low price не обязательно, потому что вот когда ты продаешь результат, мечту и умеешь правильно открывать... Да, пускаем, good result. Мы просто, представьте, с нашего вебинара люди платят по три с половиной миллиона рублей. С вебинара. Пообщавшись, естественно, с отделом продаж... Стоп, стоп, стоп. Вебинары обычно бесплатные. Вебинары бесплатные, но они для чего? Для того, чтобы продать. И в конце есть оффер. Соответственно, на вебинаре у нас... Вот, например, в акселераторе у нас чек начинается от 260 тысяч рублей до трех с половиной миллионов рублей после скидки 30% на... 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 максимальный пакет премиальный. Самая дорогая и самая... недорогая школа. Ну, какие предметы? Вот и до. У нас в портфеле... Да. Да, мы говорим, да. Самый дорогой, это вот нас три с половиной акселератор, последующий по цене идет. Там, кстати, самый дорогой, на самом деле, это бизнес-бустер. Там цен начинается от полутора миллионов рублей до трех с половиной миллионов. Самая дешевая, наверное, фри поблизости. Там есть там по три с половиной тысячи рублей. Но на три с половиной не заработаешь. Это больше такие трипвайерные. То есть для того, чтобы открыть такую воронку доверия, окно доверия, дать им курс, который, условно, ценность его там выше в глазах людей, чтобы они покупали уже потому что дороже. Но чтобы воодушевить слушателей сам, фантастические результаты, человек пришел с долгами и за какое-то короткое время заработал кучу денег. Как-то можно это вот? Ну вот есть сегодня вот общался Денис Пустовой. Он делал офлайн-бизнес, хостелы. У него было порядка 20 хостелов. Он ушел в Минуса, продал машину. У него был Ягуар, продал гитару там. Потеря. Переехал там в Подмосковье. Ну, в общем, ну такой нисходящий тренд. Он пришел к нам и сделал онлайн-школу. Он стал продюсировать жену. И жена стала обучать диетологов. То есть онлайн-школы по диетологии. Денег на трафик у него не было. Ну вообще ни на что денег не было. Ну да, да. И как он сделал? Он сделал вот продающий мастер-класс, сделал автоворонку. Этому всему вы его научили? Да. Продает и вот там где-то около 2 миллионов в месяц он делает. Ягуар выкупил, в Москву вернулся. Ну, в Москву вернулся, гитару выкупил. И сейчас на батик Ягуара. Ягуара не знаю. Есть еще более фатальный случай. У кого-то чеченцы отжали, в общем, какие-то выходцы из Кавказа, отжали фуру с фисташками. Он у мамы, у тещи квартиру закладывал, там что-то такое было. В общем, жесткий случай был. И был, говоря, онлайн-школу в школе тоже. В онлайн-школе пение. Так понимаю, что идеальный портрет человека, который должен прийти открывать школу, это человек, который, упал и готов подняться. А вот примеры успешных людей, которые вот на вершине и вдруг решили кардинально изменить. Таких сделок. Кстати, то есть у нас тоже есть, вот в чем есть корреляция, то, что вот мы сказали, что нет корреляции между тем, что домохозяйка, к примеру, или крутой эксперт. Но есть корреляция, что быстрее зарабатывают те, кому нужно больше, быстрее деньги. Вот там мама, которую там муж бросил, она с ребенком, вот они очень быстро все делают. во всех работах у таких мам с кредитами, с детьми очень большая мотивация. У них прям очень четкое мышление становится, они все слушают четко. А вот те, у кого там богатый муж, они там идут потом на ораторское выступление, на тайм-менеджмент, еще куда-то, и они годами не могут запуститься. Есть ли пример успешных людей? все-таки вот которые... Мой любимый кейс, это вот Алексей и Сергей, они продали бизнес сети клиник медицинских. Они делали 300 миллионов рублей в месяц с хорошей маржинальностью, вытаскивали по несколько десятков миллионов на себя, при этом устали от оффлайна, и у них был хороший оффер по продаже. И они пришли к нам учиться. Они сейчас делают онлайн-школу фокусников, онлайн-школу осознанного родительства, и они прям кайфуют, путешествуют, им прям нравится по сравнению с оффлайн-клиниками. Я могу провести аналогию, что мне вот то, что вы сейчас делаете, напоминает выбор доменных имен. То есть ты выбрал доменное имя, зарегистрировал в доменной зоне ру, и ты уже там красавчик. То есть вот сейчас выбрать тему, договориться с вами, по факту зарегистрировать, и ты уже красавчик. Нет? Не, не так. Ну, мы бы рады, если бы это, конечно, было бы там, щелкнул пальцем, и у тебя появилась там онлайн-школа. Как некоторые думают, они к нам приходят, и вот почему-то они так думают. То есть нам приходится прямо с ними работать, чтобы они поняли, что это, ну, это бизнес, это работа, это усилие, это, ну, нужно этим заниматься. Чтобы там работать там 2-3 часа в неделю, нужно сначала, ну, повкалывать там полгода, а то и год, чтобы это получить. Мне нравится сравнивать с ездой на велосипеде. Вот люди, которые приходят в онлайн-образование, это младенцы, которые только родились, им нужно научиться на велосипеде ехать. И слишком самонадеянно думать, что через там 3 месяца я начну летать на велике полноценно. И они начинают, первое время, это же там нужно понять клиентов, нужно продукт простроить, нужно понять там с юридической стороны. То есть там много всего, это как на велосипеде. Тебе нужно рулить, балансировать, педали крутить, смотреть, когда едешь. Это, ну, просто мозг не успевает это все вычислить. Вот, поэтому, ну, в целом, мы, поэтому и у нас программа, это год. То есть... У меня есть 2 миллиона рублей. Купить биткоины, вложить евро или все-таки пойти поучиться и сделать онлайн-школу плюсы и минусы. Да, вот надо понимать, что вот куда ты вкладываешь деньги, это все такое, ну, очень непонятно. То есть ты вкладываешь в акции, они как-то вот так болтаются. Биткоин вот так вот болтается. Да, то есть, да даже недвижимость тоже она вот так вот болтается. Там, ну, вот я сейчас езжу по миру. Я думаю, что поспорили бы с вами те люди, которые отстаивают инвестиции в недвижимость, инвестиции, цены и бумаги. Да, я просто много с такими людьми тоже общаюсь. Я вижу, что, ну, там даже вот недавно Тони Робинс выпустил книгу про рынок акций, где доказал, что просто вот аналитически, статистически, что вот S&P 500 индекс обогнал и выиграл у всех хедж-фондов мира, если брать статистику, там, 10 лет. Это очень интересно. А вот если брать онлайн-школу и вы вкладываете эти деньги в знания, это то, что остается с вами. И онлайн-школа, если ее правильно запаковать, она от месяца к месяцу растет. И она иногда растет вот так, ну, как у нас. Но стандартная обычная онлайн-школа, она растет просто из месяца в месяц, по чуть-чуть. Но, во всяком случае, это то, что с тобой остается. Это то, что, ну, ты улучшаешь каждый месяц и каждый месяц и добавляешь какой-то новый элемент. добавил контентный портал, она стала больше делать. Добавил там какое-то улучшение в отдел продаж, она стала больше делать. И вот потихонечку, по кирпичикам добавляй, у тебя там, ну, может быть, не сразу у тебя будет там миллион рублей там оборота или там 10 миллионов, но там через год стабильно ты точно к этому придешь. Дима? У меня вот есть ваша книжка номер один. И вот вы общались с Катей Иноземцевой, у нее есть курс по личному бренду. У нее личный бренд не такой известный, как у вас, но она делает на курсах по личному бренду и писательству 5-6 миллионов рублей в месяц. При этом, не сильно напрягаясь, я там минимум вовлечен. Это вот вам вопрос, ну, типа, может быть, все же сделать онлайн-школу? Но вы пытаетесь меня взять на слабо. Хорошо. В прошлом году я наспор прочитал 553 деловых книги. В этом году я наспор должен набрать 100 тысяч джей в Инстаграме. Сколько я должен сделать миллионов рублей наспор в следующем году через онлайн-школу? Ну, дойти хотя бы до 10 миллионов рублей в месяц. Ну, 100 миллионов. 100 миллионов к концу года. Оборот. Оборот, а с маржинальностью у Лоховской хотя бы 35 процентов. Ну, что, тогда делаем реальти-шоу? Иначе вы относите такую бороду, как у меня. А вы бреете. Хорошо. Ну, я думаю, что нас смотрят несколько категорий людей. Мои фанаты, которых, я надеюсь, очень мало. Ваши фанаты, которых, я надеюсь, тоже очень мало, чих уговаривать, они уже с вами. и большое количество скептиков, которые про себя думают, какой первый шаг? Какой первый шаг? Что делать? Чтобы нам вот сейчас не делать историю на полчаса или на час, у нас есть на стандартный мастер-класс, как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя либо своего эксперта. Еще что важно, можно же не на своих знаниях зарабатывать. Вот есть Игорь Ман, у него нету своей онлайн-школы. И может быть, он сам и решит не создавать, он решит бороду отрастить. А есть там человек, который там у него много энергии и много амбиций. Он может прийти и сказать, я готов много пахать, много работать, мне не нужно платить, я готов сам инвестировать в рекламу. Ман, можно я тебе попробую попродюсировать, если через год мы не сделаем 100 миллионов рублей, я тебе штрафных 5 заплачу за твое время или там 10. И то есть можно быть продюсером, можно приходить и даже не к уровню там Ману, можно приходить там маркетолог номер 10 или 15 и начинать с ним делать онлайн-школу. Поэтому можно продавать либо свои знания, либо как вот я знания своей жены продаю, либо знания эксперта. Вот, поэтому у нас есть мастер-класс, как создать свою онлайн-школу, продюсировать либо себя, либо свои эксперты и зарабатывать на этом. Дадим под ссылочку, ссылочку под видео, переходите, кликайте, регистрируйтесь. Если будете учиться хорошо на продюсерство, я открыт к вашим предложениям. И там будет еще подарок, мы дадим PDF-ку список самых прибыльных и востребованных ниш. Это здорово. Такая вот, ну, майндмэп такой с разными нишами. которые сейчас свободны. что сейчас популярно, ну, не так, а что сейчас популярно и где идет заработок, то есть, где реально люди делают деньги. Соответственно, можно просто посмотреть, потому что, на самом деле, лучше идти туда, где есть конкуренция, потому что там легче. Я хотел сказать, что, наверное, лучший путь пойти туда, где еще никого нет. А тогда ты не знаешь, сработает или нет. А так ты знаешь, что, ну, рынок есть, точно. И когда мы говорим про русскоязычное пространство, там, 350 миллионов человек, по миру, если брать, то, ну, как бы нету никакой конкуренции, если ты сделаешь, там, даже 10-ю онлайн школу. Катим Шарик, переходим по ссылке. Смотрим. Мы начинали наше интервью с того, что я поиронизировал и спросил у ребят, когда мы услышим фразу учиться, учиться, еще раз учиться онлайн. Я думаю, что, наверное, эту фразу нужно немножко перефразировать. Учитесь, 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 учите других онлайн, учитесь у номера один. Спасибо. 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 Теперь подпишите, что мы номер один, мы всем будем показывать, что Манн сказал, что мы номер один. Да, не вопрос. Yes. Ну что, теперь мы официально номер один, так и напишем на сайте. Если что, обращайтесь к Манну, он подтвердит. Я уже подтвердил. То, что написано пером, то не вырубишь топором. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...